Здарова-здарова, дорогие друзья, с вами Булкин и играем мы, как всегда, в МТА. Вот смотрите, мы придумали, что такое... Точнее, догадался я. Я думаю, что моя теорема всё-таки верна, значит, сиси. Вот такие. У меня, кстати, нормальные сиси. Что замечало, кстати, всегда? Вот, не знаю, сисики у меня хорошие. Вот. Дик, ну, блядь, это нам понятно всё. Планета, планета сисек и диков, как говорится, это понятно. А что такое МТА, друзья? Ваши предположения, может быть, какие-то в комментарии? Попробуйте написать. Вот, друзья, начинаем мы эту серию. Сразу скажу, она будет разбита на две части. Сейчас я еду на кёнигзаке, как вы видите. Вы, наверное, спросите, какого хера ты же его, блядь, должен отдать? Так вот, я его и еду отдавать, решил это заснять. С победителем списались. В общем-то, он меня должен здесь ждать. У него должен быть ник Хасан. Как же, блядь, что по лагам вообще? Нормально всё по прогружанию моделек? Ааа, Хасан. 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 Во, вон он сверху стоит, вижу. Ждёт, ждёт меня. Я чуть задержался, но ничего, ничего. Сейчас мы её выдадим. Так, там мусора стоят, но это не важно. Так. Ну шо, привет, Хасан. Где ты там? Иди сюда. Иди сюда. Так, давайте поздоровимся сначала. Он вообще тут. Привет. Он, может, не знает, что у меня такой ник? А давайте сразу ему предложим. Чё, чё? Хасан. О, он писал ку-ку. Всё, понял. Так, ну что? Мне кажется, вот это, прикиньте, да, как сейчас чуваку просто, блядь, агеру получает, просто выиграл. Так что, друзья, на самом деле участвуйте, реально, как бы, у меня всегда всё честно, да, всегда всё рандомно. Поэтому я понимаю, что каждый мне постоянно, вот, понимаете, в любой, в любом розыгрыше, каждый человек мне потом пишет, типа, да ладно, я реально выиграл, я никогда не думал, что я выиграю. Это прям классика, ребят. Всё? Я ещё налог заплатил 3 ляма. Поздравляю ещё раз, поздравляю ещё раз, поздравляю ещё раз. Собственно, всё, друзья, тогда продолжение серии будет чуть-чуть сейчас попозже. А, это вот он. Сейчас, ну-ка. Давайте посмотрим, как он сейчас... Вот она, всё, его. Будет сейчас наслаждаться. Всё, ребят, сейчас вы увидите продолжение, я как бы не прощаюсь, это... Сейчас всё будет. Хе. Эй, пацан, минуточку внимания. Слышал про Булкин Кейс? Магазин охуеванья. Игры по ценам самым лучшим. Не веришь? Пока, Семёночка. Друзья, знаете, пока я созрел записывать продолжение серии, тут вышел трейлер, так скажем, к обновлению 3.5, грядущему на CCD Planet. Правда, называется ролик Russian Paradise, но он, так скажем, это, наверное, даже не трейлер, а тизер просто. Такой тизерочек к обновлению. Давайте его посмотрим, разберём, посмотрим, что добавили. Я его уже посмотрел, поэтому хочу вместе с вами ещё раз его посмотреть полностью. Значит, давайте сначала взглянем, потом я буду комментировать. Ну просто мало ли кто-то не видел. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, так, я надеюсь, это танцы были не лишние. Значит, смотрите, что мы имеем. Давайте начнём с самого начала. Начинается всё с того, что у нас выезжает Нива, собственно, будет добавлена Нива. Из, так скажем, так, давайте, наверное, звук уберу. Из какого-то домика, да, из гаражика, точнее. Вот, выезжает Нива. Собственно, также мы ещё видим дополнительно, что на Ниве присутствует ржавчина. То есть, это, возможно, будут дополнительные объекты. Какие-то, давайте даже вот где-то более... Ну вот видно, короче, да, что на ней... Вот-вот, ржавчина. Короче, какие-то вот такие, видимо, элементы будут добавлены. Дальше, значит, Ланцер 10. Уже было в группе, я помню, видел анонс. Прям в тему, я как раз прохожу ProStreet. Там была, это, будет раскраска этого, блядь, Рио-де-Жанейро. Рио вот этого вот, босяры главного. Вот, там был скрин. Также, Феррари Калифорния. Причём, Калифорния Ти, турбо. Правда, сейчас она уже не выпускается в реальной жизни. Там, как она там, Портфина называется теперь. Кабриолет от Феррари. Но, тем не менее, добавлена будет Калифорния. Значит, вот. Также, смотрите, мы видим, помимо всего, как тут словить-то момент, чтобы было не размазано. Короче, ну, там ещё ржавчина на капоте. Да, ещё видим, что, ну, короче, Нива будет тюнговаться. Porsche Macan, если я не ошибаюсь. Или это Cayenne. Это... А, это новый Cayenne. Новый Cayenne, друзья, будет добавлен. Это не Macan, это новый Cayenne. Да, смотрите, видите, грязь. Ржавчина в виде объектов присутствует на Ниве. Не, так, тут... Хм, да, такой кадр. Немножко там был комментарий, что... Такое ощущение, что передёргивают, стоят пацаны на фары Cayenne. Но, на самом деле, я так понимаю, их можно будет пиздить. Короче, симулятор Семёныча, друзья, превращается в CCD Planet. Короче, спиздили фары с Cayenne. Куда-то едут, приезжают, а тут у нас Хуякс. Уже, смотрите, различные Cayenne в различном состоянии. Я так... Не видно, конечно, но вроде как, да, без фар стоят. То есть можно будет снимать, тырить какие-то детали с машин. Смотрите, вот на этом кадре вообще видно так, что... Практически весь разобранный стоит Cayenne. Без фар, с открытым капотом и без колёс. Самое интересное, друзья. Походу, реально симулятор Семёныч. Прямо такие вот... С собственными глазами будем играть и... Представлять себе... Вот, смотрите, я не знаю, что это... А, это фары. Это у нас лежат фары. В багажнике Нивы. А дальше я не знаю, что происходит, на самом деле. Почему закрывается... Ну, то есть, как бы, понятно, да, что будет новая работа. Но почему закрывается гараж? И оттуда выезжает уже, как бы, просто полный фарш Нивы. Сделанный под гелик. На Воссонах. Значит, вот эти вот Урбан, а-ля Урбан Нивовские бампера. Уайт расширение. Решётка от Мерседеса. Накладка на фары, а-ля гелик. Собственно, вес, а-ля 63. Ну, короче говоря, типа, под Гелендваген. Потом, смотрите, такие вот элементы пошарпанности, я не знаю, какой-то, да. Царапин, типа, ржавчина. Почему, правда, они их не убрали? Мне кажется, если бы была сейчас просто... Был белый Нива Гелендваген, было бы пизжа смотрелось. Ну и, собственно, всё. То есть, по итогу, как бы, нам показал ли, как минимум, сколько получается, значит... А, ну, МГ, GTR ещё вот тут видно. Каен, Калифорния, Ланцер, Эволюшн 10 и... АМГ, GTR. Это вот, как минимум, те... А, ну и Нива. Это как минимум те машины, которые нам уже показали. Которые будут добавлены. Ну и, помимо всего, да, ещё, конечно же, новая работа. Не знаю, как она будет называться. Как это будет реализовано, тоже, на самом деле, до конца непонятно. Но можно будет дербанить тачки. То есть, грубо говоря, даже, я не знаю, реально, можно будет, возможно, снимать как-то фары. Их потом куда-то продавать, девать. То есть, как это всё, конечно, будет реализовано, будет очень интересно посмотреть. Но я так предполагаю, что обычно CCD Planet сильно не затягивает с обновлениями. Я думаю, что стоит нам их, ну, это будет 3-5, скорее всего. Скорее всего, в скором времени также трейлер появится. И я думаю, что где-то, может быть, к началу мая, майские праздники, мы уже увидим. Будет интересно посмотреть, наконец-то, новые тачки. И, конечно же, работа очень заинтриговала. Потому что, судя по всему, реализовано круто. И тоже дополнительный заработок, дополнительные какие-то вещи. Прям ещё в тему подобран именно Каен. Хотя я не думаю, что на новом Каене можно будет легко воровать фары, как с первого. Или даже, ну да, с первого, в основном, с Туарега, с Ку-7. Если кто не знает, это у них проблема такая, там, вытаскиваются фары за несколько секунд буквально. Ну, в общем-то, друзья, вот так. Пишите, что думаете в комментарии, как это будет реализовано, насколько круто. И будем ждать, как только так сразу заценю, сразу вам всё покажу. Ну и, блин, круто, круто, реально прикольно. Так что, ребят, всё, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, в принципе, если вам нравится подобный формат, да, потому что мы как-то экспериментировали, вам, в принципе, понравилось, когда было, по-моему, обновление 3.3 или 3.4. Я тоже подобное записывал, вы вроде оценили. Вот, подписывайтесь на канал, что тут впервые. Лайк, подписочка, коментосик. Всё, ребят, увидимся, пока-пока. Пока, Семёночка.